Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Charly и в этом уроке я расскажу о том, как создать Multi-Displacement в Corona Layered MTL. После релиза данного арта, мне очень часто задают этот вопрос. Так как именно в этом Making-off, я использовал сложный Displacement в Corona Renderer. Поэтому я решил показать интересный алгоритм, поняв который Вы сможете создавать сложный Displacement. В Corona нет своей Displacement Mix карты, как в том же Octane и Redshift. Но ее можно создать с помощью определенных нот. Итак, открываем 3ds Max, создаем Plane 10х10 метров. Далее Corona Sun в любом направлении, так как сейчас неважно его положение. Внутри Corona Sun активируем небо и на Plane назначаем обычный Displace модификатор. Так как именно с ним проще всего получить нужный результат с того же World Creator и так далее. В настройках Plane ставим 10 сегментов в обоих направлениях. И Render Density для начала поставим равный 3м. Для Displace выбираем стандартную карту Noise. Включаем Corona Interactive, чтобы сразу увидеть результат и еще немного поэкспериментируем с значением Density. Я думаю, что 10 будет вполне достаточно для данного урока. Вы наверное заметили, что во время включения Corona Interactive, плотность сетки во Viewport поменялась. Так как параметр Density работает только во время рендера. Например, если поставить значение равное 20, мы увидим, как она стала еще плотнее. Но если выключить Interactive, плотность вернется в изначальное значение без рендера. Это очень удобно для оптимизации работы. Давайте немного настроим карту Displacement. Тип 0 заменяем на Turbulence. Размер побольше и остальные параметры настраиваем по вашему усмотрению. Теперь переходим к самому интересному. Созданию Corona Layered NTL с Multi-Displacement, который будет отлично работать уже с модификатором Displacement, назначенным на Plane. Итак, создаем Corona Layered MTL, затем 3 обычных материала Corona MTL, которые соединяем с ним. Первый слой будет отвечать за Multi-Displacement, поэтому его цвет не меняем, а последующим двум задаем такие оттенки. Первый слой я всегда поднимаю выше, чтобы он не отвлекал и было удобно работать с ним. Давайте включим Interactive и назначим данный материал. Как можете заметить, на объекте пока только один цвет. Смешивание я предлагаю делать не через ту карту, которая находится в модификаторе Displace, а через карту Follow. Потому что, если использовать ту же карту с Displace, мы получим недовлетворительный результат. Давайте назначим данную карту, чтобы убедиться в этом. Назначаем ее в слот Mask2 и видим, что смешивания до сих пор нет. Благодаря карте Falloff, мы можем сделать смешивание по высоте и получить нужный нам результат. Чуть позже, я также покажу пример с картой Checker и почему не стоит делать смешивание той же картой, которую используем в модификаторе Displace. А сейчас давайте создадим карту Falloff. Загрузим в слот Mask2 и изменим некоторые ее настройки. Чтобы смешивание производилось по высоте, нужно Falloff Type поменять на Distance Blend и ось Falloff Direction на Local Z-Axis. На рендере, вы увидите, как цвета смешались должным образом. Меняем их местами и настраиваем Distance. Немного приблизим камеру, чтобы лучше видеть результат смешивания. Я специально поднял чуть-чуть выше зеленый цвет, чтобы потом показать разницу Noise Card, которые будем использовать для Multi-Displacement. Теперь на область с зеленым цветом, нужно назначить мелкий Displacement, а на область с коричневым более крупный. Причем, при этих всех махинациях, мы не должны потерять основной Displacement в модификаторе Displace. В Slate Editor поднимаемся выше к нашему материалу для будущего Multi-Displacement и создаем первый Corona Mix с режимом Add. Затем копируем данную ноду два раза с помощью Shift. Добавляем полученные ноды в основную, а для их смешивания используем ту же карту Falloff. Далее создаем две карты Noise и добавляем их в топ каждого Corona Mix. И теперь давайте научимся управлять высотой выдавливания каждого слоя. Например, я хочу выдавить зеленый слой на 4 см. В настройках материала ставим Max Displacement равный этому значению. Но этого недостаточно, чтобы получить нужный результат. Во-первых, нам нужно настроить размер каждого Noise и в Bottom слой каждого из нод Corona Mix добавить карту Color для управления высотой Displacement. Итак, во второй карте Color ставим 0 в Advanced Output Multipler. Далее настраиваем размер каждой из Noise карт. Для первой Size ставим равный 10 см, для второй 0,5 см. Сразу хочу сказать, что если у Вас не работает Displacement Mix, Вам в главном Corona Mix нужно поставить режим Mix вместо Add. В большинстве случаев данный режим работает лучше, но иногда и Add справляется с этой задачей. Как видите, в данном случае режим Mix дает более правильный результат. В зеленой области маленькое значение Noise, коричневое большое. Затем, простым изменением настроек обоих Color Note, Вы можете менять силу выдавливания. Таким образом, мы научились создавать Multi-Displacement Mix. Использование которого очень важно. Например, если Вы используете Displace Modificator и Hate карту из World Creator. Как и я это делал в одном из мейкинов на канале. А в самом материале, хотите смешать несколько карт Displacement из Megascans или Polyagon Texture. Причем, на каждом слое получаете свой вариант выдавливания. Единственное отличие будет в том, что если Вы будете использовать карту из World Creator, то ее нужно будет смешать с основным фоллов. Но это я уже покажу в других уроках. Еще я хотел выразить отдельную благодарность support Corona Renderer. Особенно, Марсин Меодек, который помог разобраться в этой теме. Кстати, особенностью данного метода является то, что во время изменения Far Distance в карте Falloff, Вы можете смешать слой с той же травой и получать более реалистичный переход от травы к горам или другим объектам. При этом, все настройки Displacement для каждого слоя сохраняются и все работает как нужно. Также, как и обещал, я покажу еще один пример Checker, чтобы Вы поняли, почему я использую карту Falloff, а не основную карту из модификатора Displace. Итак, в примере с Checker я удалю модификатор Displace и покажу вариант использования Multi-Displacement без него. Также, в самом Plane убираем Density, так как в данном случае в нем нет необходимости. И Tallinn Checker ставим 2 на 2. Итак, если Вы будете использовать ту же карту Checker вместо Falloff для смешивания материалов, то Вы получите такой результат. Даже если попытаться убрать Blur Offset, мы получим Displacement с непонятными багами. Так вот, чтобы сделать более правильное смешивание материала в таком виде Displacement, лучше тоже использовать файлов. Назначаем его вместо Checker и получаем нужный вариант. Это все, что я хотел рассказать по этой теме. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!